В Узбекистане начался процесс либерализации валютного рынка. Первоочередные меры, которые необходимо принять для этого, перечислены в указе, подписанном президентом 2 сентября. Не секрет, что валютная реформа – одно из самых ожидаемых событий для жителей страны. Необходимость либерализации валютной политики была прочерчена красной линией в предвыборной программе Шавката Мерзиёева. Реальные шаги в этом направлении глава государства и его команда начали предпринимать сразу же после вступления в должность. Приняты упреждающие меры по рекапитализации контролируемых государством банков. Повышена ставка рефинансирования ЦБ с 9% до 14% и нормативы ликвидности. Отменена норма продажи валюты для ряда экспортеров. О готовности поддержать валютную реформу заявил и Международный валютный фонд во главе с Кристин Лагард. Более того, миссия МВФ, находившаяся в Ташкенте в июле, отметила, что резервы Узбекистана позволяют уверенно осуществлять эту реформу. Итак, ключевой документ принят. Первоочередные меры определены. Что и как изменится в следующем материале выпуска. 5 сентября 2017 года. Поворотная дата для экономической и социальной жизни страны. Начиная с этого дня указом президента расширяется ряд валютных операций. Государство обеспечит в полной мере реализации прав юридических и физических лиц, свободно приобретать и продавать иностранную валюту и распоряжаться собственными валютными средствами по своему усмотрению. Теперь юридические лица могут без ограничения приобретать в коммерческих банках иностранную валюту для оплаты по текущим международным операциям. Физические лица-резиденты могут свободно продавать валюту в обменных пунктах и покупать ее в конверсионных отделах коммерческих банков с зачислением на международные платежные карты и использовать их за границей без каких-либо ограничений. Индивидуальным предпринимателям, не являющимся юридическим лицом и не занимающимся импортом потребительских товаров, можно приобретать в порядке, установленном для физических лиц иностранную валюту через банковские счета. Индивидуальные предприниматели, не являющиеся юридическим лицом, а также фермерские хозяйства, имеющие доход в иностранной валюте, могут снимать наличную иностранную валюту со своих банковских счетов. Отменяется обязательная продажа экспортерами вне зависимости от формы собственности выручки в иностранной валюте. При установлении курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте используются исключительно рыночные механизмы. Указом президента с 5 сентября на территории Узбекистана запрещаются платежи в иностранной валюте за товары, работы и услуги. Исключение платежей с международных платежных карт в соответствии с международной практикой. Цены и тарифы на товары, работы и услуги, а также минимальные требования к уставным капиталам обществ определяются только в национальной валюте. Государственные пошлины, сборы и иные обязательные платежи взымаются только в национальной валюте, исключение консульские сборы. Особый акцент в указе сделан на принятие действенных мер по обеспечению стабильности цен во время валютной реформы. Республиканская комиссия во главе с премьер-министром, созданная постановлением президента 23 июня, совместно с правоохранительными органами будет пресекать необоснованное завышение цен и тарифов на социально значимые товары и услуги. Ежедневно контролировать соблюдение порядка формирования розничных цен на основные социально значимые товары, в том числе лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Оперативно насыщать региональные рынки продуктами питания за счет средств Фонда содействия стабилизации цен на внутреннем потребительском рынке. В Генеральной прокуратуре, Государственному налоговому комитету и Министерству внутренних дел поручено принять действенные меры по пресечению незаконного обращения и осуществлению операций с наличной иностранной валютой на территории страны. Сегодня утром Центральный банк Узбекистана установил новый валютный курс. Так, стоимость одного доллара США определена на уровне 8100 суммов, одного евро – 9645 суммов, одного российского рубля – 139 суммов. Курс Центробанка, как и раньше, будет устанавливаться каждый понедельник как среднее значение курсов, зафиксированных на торгах валютной биржи на предыдущей неделе. Установление цен и тарифов на товары, работы и услуги только в национальной валюте – один из ключевых пунктов указа, подписанного президентом Мерзиёевым. В связи с этим с сегодняшнего дня национальная авиакомпания «Узбекистан Хаво-Йоллара» начинает продажу авиабилетов на все направления за национальную валюту. Продажа авиабилетов на территорию Узбекистана будет осуществляться в суммах для всех категорий пассажиров – резидентов и нерезидентов. Таким образом, билеты на рейсы из Узбекистана в города России можно будет приобретать за суммы. Джейм Узбекистан также выпустила пресс-релиз, в котором говорится, что розничные цены на автомобили будут сохранены на уровне, действовавшем на дату принятия вышеуказанного указа. То есть, цены на автомобили Джейм Узбекистан будут сохранены на уровне, установленном до пересмотра курса иностранной валюты. В специализированном таможенном комплексе «Ташкент-Аэро» Государственного таможенного комитета прошел круглый стол, посвященный значению социального партнерства в борьбе с коррупцией. В нем приняли участие представители управления мусульман, различных общественных организаций, ассоциации ветеранов таможенной службы Узбекистана. Участниками отмечалось, что в борьбе с коррупцией важное место занимают правовое сознание и культура граждан, общественный контроль. В ходе беседы говорилось, что для повышения осведомленности населения, принимаемых в нашей стране мерах, по противодействию коррупции, важную роль играет сотрудничество с негосударственными некоммерческими организациями. Так, за первое полугодие 2017 года таможенным комитетом проведено около 80 профилактических мероприятий, встреч и индивидуальных бесед. Кроме того, на постах таможенного комплекса «Ташкент-Аэро» налажен постоянный показ социальных роликов о последствиях коррупции для пассажиров и участников внешнеэкономической деятельности. Приоритетной задачей деятельности Акционерного коммерческого банка «Капиталбанк» является предоставление населению широкого спектра качественных банковских услуг, соответствующих потребностям как частных, так и корпоративных клиентов. Идя в ногу со временем, банк внедряет новые банковские технологии, реализует инновационные подходы к обслуживанию и продвигает свои услуги на международной арене. В частности, презентационный ролик банка появился на ведущих европейских каналах BBC, Bloomberg и Euronews, охватив тем самым европейский и азиатский континент. «Капиталбанк» с активами, превысившими 2,6 триллиона сумм и совокупным капиталом 327 миллиардов суммов, на сегодняшний день является надежным инвестиционным партнером в Узбекистане по привлечению иностранных инвесторов и финансовых институтов. Инфраструктура банка состоит из 14 филиалов в городе Ташкенте и областях, специализированных точек продаж, мини-банков, сберегательных касс. Стоит отметить, что в настоящее время корпоративными клиентами банка являются предприятия, представляющие все отрасли экономики, в числе которых строительная, фармацевтическая, торговая, полиграфическая отрасль, а также предприятия сферы услуг. Банк увеличивает и количество розничных клиентов, число которых превысило 2 миллиона. Важнейшие успехи были достигнуты и в установлении сотрудничества с международными финансовыми институтами, расширении сети банков-корреспондентов, в числе которых сегодня 11 банков стран Европы, Азии, США, а также стран СНГ. Так, банк сотрудничает с такими крупными финансовыми институтами, как австрийский Raiffeisenbank International, немецкий Deutsche Bank и его дочерняя структура в США Deutsche Bank Trust Company, Americas, корейский Шинханбанк, российские банки Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, казахский Каскоммерсбанк. Капиталбанк, в числе прочего, уделяет внимание и повышению экспортно-импортного потенциала промышленных предприятий. С целью поддержки внешней торговой деятельности банкам налажено сотрудничество с германским банком Commerzbank и австрийским Raiffeisenbank International в рамках операции торгового финансирования. В состав крупных акционеров банка входит одна из ведущих страховых компаний Узбекистана «Капитал Сугурта» и бельгийская компания «Ист Вест Инвест». Наряду с этим «Капиталбанк» активно сотрудничает с российским банком «Азия Инвестбанк» по вопросам финансирования инвестиционных проектов клиентов, приобретения высокотехнологичного оборудования, спецтехники продукции, сырьевого направления, транспортных средств по контрактам, заключенным с компаниями Российской Федерации и других государств. В текущем году банкам также была привлечена и успешно освоена кредитная линия Исламской корпорации по развитию частного сектора для финансирования субъектов малого бизнеса. А международные аудиторские компании Ernst & Young, Deloitte & Touche и Grand Thornton с 2008 года осуществляют независимый аудит финансовой отчетности банка по международным стандартам. Кроме того, в течение последних девяти лет «Капиталбанк» находится под постоянным наблюдением международного рейтингового агентства Standard & Poor's. Согласно исследованиям которого, кредитный рейтинг банка вырос до уровня BNB. А национальным рейтинговым агентством Ahbor Rating банку присвоен рейтинг УЗА с прогнозом стабильный. КАМАЗ теперь и в Узбекистане. В столице состоялось открытие первого сервисного и дилерского центра крупнейшей российской автомобильной корпорации производителя тяжелого грузового автотранспорта, предлагающей клиентам услуги по реализации новой автомобильной техники, а также техническому обслуживанию автомобилей и продаже оригинальных автозапчастей КАМАЗ. Как было отмечено на церемонии открытия, стратегическое партнерство между Узбекистаном и Россией укрепляется с каждым годом. Страны придают большое значение развитию двусторонних отношений практически во всех сферах деятельности. Запуск нового сервисного центра КАМАЗ в столице Узбекистана служит еще одним подтверждением стремительно развивающихся отношений. Открывает новые возможности для качественного и оперативного обслуживания автотехники КАМАЗ и продажи оригинальных запчастей, а также создает новые рабочие места. Мы, как производитель тяжелой грузовой техники, готовы предложить узбекскому потребителю наш модельный ряд. И не просто предложить автомобиль, а предложить пакет услуг, то есть автомобиль и его дальнейшее содержание, обслуживание. В новом сервисном центре можно получить полный спектр услуг по техническому обслуживанию автомобилей, спецтехники и приобрести оригинальные запчасти. Здесь же расположены офисные помещения, здание розничного магазина, склад автозапчастей, сервисный центр с линией диагностики, шиномонтажом и постом мойки грузовых машин. Стоит отметить, что сервисная зона нового центра может принять на ремонт до шести автомобилей одновременно. Данный автоцентр призван продавать, автотехнику ее обслуживать. Также здесь будет у нас склад запасных частей, то есть в любой момент при гарантийном обслуживании или уже в дальнейшем ремонте запчасти будут в наличии, будут немедленно заменяться и техника будет готова к работе. Особое место в составе комплекса занимает станция технического осмотра с пропускной способностью более 30 машин в смену. В зависимости от степени тяжести ремонтных дел. Кроме того, при сервисном центре функционирует служба эвакуации легковой и грузовой техники. Школа будущего, так называют Artel Technical School, открывшуюся в Челандзарском районе столицы. В этом учебном году она приняла своих первых ласточек. Ребята будут изучать точные науки, английский язык и другие предметы по самым передовым образовательным методикам. В открытии учебного заведения приняли участие не только сами школьники, но и их родители, представители различных организаций и, конечно же, руководство школы. С самого утра школьный двор был заполнен звонким детским смехом, ведь начался новый первый учебный год. Линейка по традиции началась с государственного гимна Республики Узбекистан. Затем выступившие поздравили учащихся с началом нового учебного года и пожелали им успехов. Стихи и концертные программы с участием маленьких ребятишек порадовали собравшихся. После выступили звезды отечественной эстрады и состоялась официальная церемония открытия нового учебного заведения. Нужно отметить, что здесь также внедрено 11-летнее образование. В этом году школа приняла 160 учащихся с первого по седьмой класса. Главная идея создания школы – это объединить образование с практической деятельностью. Учащиеся старших классов будут практиковаться на заводах «Артель». Вместе с тем ведущие специалисты компании будут привлекаться к учебному процессу. В наш педагогический коллектив в первую очередь привлечены ведущие специалисты учебных заведений Узбекистана, а также преподаватели, повысившие свою квалификацию в престижных зарубежных вузах. С учетом интересов детей здесь открыта библиотека, в которой имеется не только огромный выбор различной литературы, но и современная компьютерная техника. Все кабинеты отвечают требованиям мировых стандартов. Учащиеся приходят в школу в 8.30 утра и будут находиться на ее территории до 5.30 дня. В первой половине дня будут преподаваться основные предметы. Для учеников есть четырехразовое горящее питание. После занятий учащиеся вместе с педагогами выполняют домашнее задание. Затем они занимаются в различных технических, творческих и спортивных кружках школы. В целях обеспечения безопасности детей в школе «Артель» установлены камеры наблюдения, так что все учащиеся постоянно находятся под контролем. Таким образом ведется наблюдение посещения ими учебных занятий, чтобы родители не волновались за своих чат. В школе также имеются открытые и закрытые спортплощадки. Одним словом, «Артель Техникал Скул» может послужить хорошим фундаментом не только для получения учащимися знаний по точным наукам, но и обладения иностранными языками и становления всесторонне развитого поколения. Обстановка в мире, глобальное экономическое управление, международные и региональные острые вопросы, а также сотрудничество внутри блока оказались в фокусе девятой встречи лидеров стран БРИКС, которая завершилась в Китае. Свои речи посвящены углублению партнерских отношений в рамках БРИКС, созданию еще более прекрасного будущего. Си Цзиньпинь позитивно оценил блестящий прогресс прошедшей декады БРИКС и сделал акцент на начале второго золотого десятилетия, в ходе которого сотрудничество БРИКС принесет благополучие не только населению пяти стран блока, но и народам всего мира. Он указал на то, что страны БРИКС должны расширить сферы общих интересов в торговой и инвестиционной, валютной и финансовой областях, в сфере взаимосвязанности, устойчивого развития, инновации и промышленного взаимодействия. Лидеры остальных стран БРИКС присоединились к главе Китая и произнесли свои речи. Все они сошли свое мнение о необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества во всех сферах, включая поиск ответов на угрозы миру и стабильности, развитие промышленности и новых технологий, укрепление конкурентоспособности стран и повышение уровней жизни народу стран блока. По итогам встречи была принята Сяймейнская декларация руководителей стран БРИКС. После официальных встреч состоялись галы-концерт и банкет в честь лидеров стран, принявших участие в работе саммита. Следующий саммит БРИКС пройдет в ЮАР в 2018 году. Крупнейшая в Европе фармацевтическая компания, швейцарская «Навартис», сообщила об отставке своего генерального директора. С 2010 года эту должность занимал 57-летний Джозеф Хименес, который подал заявление об увольнении по собственному желанию. Новый главой компании с 1 февраля 2018 года станет 41-летний вассар Нарасимхан. Сейчас он возглавляет международное подразделение «Навартис» по разработке лекарств и является директором компании по медицинским опросам. Нарасимхан, в отличие от Хименеса, является сотрудником «Навартис» 2005 года. Отставка Хименеса связана с трудностями, которые испытывала компания в последние годы. В частности, в отчетах компании сообщалось о падении продаж. В результате истечения сроков патентов на некоторые разработанные компании лекарства. Ожидается, что новый глава сумеет восстановить рост продаж. За последние два года акции «Навартис» упали на 20% в сравнении с максимумом, достигнутым в 2015 году. Двое студентов-инженеров из Польши за годы учебы не раз участвовали в конкурсах по созданию марсоходов. Полученный опыт Шимен Звончик и Александр Дёпо решили применить при разработке коммерческого мини-вездехода, предназначенного для земных условий. Свой прототип они назвали «Ровер-черепаха». Он весит всего 8 килограммов и помещается в рюкзаке. Несмотря на небольшой размер, он легко передвигается по самым сложным ландшафтам. По словам разработчиков, робот-черепаха — это вовсе не игрушка. Он может передвигаться по воде, пыли и камням. Одного заряда батареи хватает на 4 часа непрерывной работы. А рука-манипулятор способна поднимать предметы весом до 500 граммов. Управляется «Ровер» через любое устройство, на котором есть Wi-Fi-передатчик. Например, телефон или планшет. На них же транслируется видео с камеры. По словам разработчиков, у них уже есть несколько предзаказов на «Ровер-черепаху», в том числе из Австралии и Южной Африки. Готовое устройство будет стоить около 2000 долларов. Чилийские таксисты в понедельник заблокировали дорогу к крупнейшему в стране аэропорту Сантьяго. Водители выступали против распространения мобильных сервисов для подачи машин, таких как Uber и Cabify. В результате образовалась многокилометровая пробка. Сотни пассажиров вынуждены были добираться до терминала пешком. Во время акции погиб один человек. Он скончался от сердечного приступа в машине. Транспортный коллапс привел к задержкам рейсов как крупнейшего перевозчика в регионе Letham Airlines, так и бюджетного Sky. Губернатор области сообщил, что во время протестной акции таксистов полиция задержала 15 человек. Создание законодательной базы, регулирующей работу мобильных сервисов по вызову машин, продвигается медленно. Пока приложения вроде Uber работают в Чили по серой схеме. И это приносит убытки официальным таксопаркам. Вчера королева Елизавета II лично открыла крупнейший инфраструктурный проект за последнее столетие в Шотландии. Третий мост, проходящий через реку Форд. Второй она открыла ровно 53 года назад. Прежде чем разрезать синюю ленту в честь открытия моста, 91-летняя королева встретилась с рабочими и школьниками, которые собрались на новом сооружении. Церемония сопровождалась движением под мостом Красочной флотилии и полетом над мостом самолетов пилотажной группы Королевских ВВС. Самый длинный в мире мост – Куинс Ферри Кроссинг, протяженностью в 2 километра 700 метров, который соединяет Эдинбург с северной частью Шотландии, обошелся в 1 миллиард 700 миллионов долларов. Построенное из 35 тысяч тонн стали и 150 тысяч тонн бетона, сооружение достигает 210 метров в высоту. Платье в пол, смокинги и тысячи фото вспышек. В воскресенье топ-модели, артисты и светские львицы вышли на красную дорожку венецианского кинофестиваля в преддверии премьеры драмы «В поисках праздника». Исполнившие главные роли Хелен Миррен и Дональд Сазерленд шли под руку, улыбались и позировали репортерам. Актеры сыграли пожилую пару, которая однажды к ужасу своих взрослых детей исчезает. Дело в том, что у обоих супругов диагностировали тяжелые заболевания, и чтобы избежать больничных стен, они решают уехать в свой последний отпуск во Флориду. В поисках праздника будет бороться за главный приз венецианского кинофестиваля наряду с другими 20 фильмами. Победители объявят 9 сентября. Мировая премьера картины намечена на 15 сентября. Кирстен Данст в понедельник на венецианском кинофестивале представила фильм «Вудшок», где играет главную роль. На красной ковровой дорожке к актрисе присоединились создательницы картины Лауре Кейт Маливи. Для них это первый опыт работы на съемочной площадке. Сестры – популярные модельеры, владелицы бренда «Родарт». «Вудшок» – драма о женщине, которая пытается справиться с тяжелой утратой с помощью наркотиков. Авторы описывают фильм как «эмоциональное бегство от горя и одиночества в потоке сознания». Партнером Данст по съемочной площадке стал датский актер Пило Азбек, известный по работам в картинах «Призрак в доспехах» и «Великая стена». «Вудшок» можно будет увидеть в рамках программы «Кино в садах», где покажет еще пять мировых премьер. Швеция отметила Всемирный день бороды и выбрала лучшего парикмахера на соревнованиях в Стокгольме. Четыре цирюльника поборолись за это звание. Им предстояло привести в порядок модель с очень густой бородой. На все давалось 45 минут. О критериях оценки рассказывает сузя Джек Людлоу. «Я ждал, как уложат бороду, сделают так, чтобы она подчеркивала контуры лица». В целом важна еще форма. Борода и усы должны выглядеть безупречно. А еще мы всегда приветствуем креативность. Ради победы в турнире Карен Форсгрен использовала весь арсенал средств бродобрея. Это очень весело, фантастика, невообразимо. Это было моей мечтой. В последние годы в Швеции все больше мучин отращивают растительность на лице. В стране регулярно проходят всевозможные конкурсы на самые красивые бороды и усы. После соревнований парикмахеры рассказали, как правильно ухаживать за сложность с Рижкой. Всемирный день бороды отмечается ежегодно в начале сентября. Живописное озеро по Сумкиндам, расположенное примерно в 200 километрах к западу от Далласа, штат Техас, на минувших выходных принимало участников четвертого этапа чемпионата мира по клиффдайвингу «Рэдбулл». Среди мужчин победу одержал британец Блейк Олдридж. Общая сумма баллов за четыре прыжка у него составила 399,95. Совсем немного ему уступил мексиканец Джонатан Паредес, занявший второе место. На третьей позиции оказался американец Дэвид Колтри. А у женщин первое место на этот раз заняла Риана Ифланд из Австралии. Ей удалось набрать в общей сложности 315,6 балла. Вместе с ней на подиуме оказались мексиканка Адриана Хименес и соотечественница Ифланд Хелена Мертон. Следующий этап чемпионата пройдет в Боснии и Герцеговине 16 сентября, а закрытие сезона и оглашение победителей состоится в Чили 21 октября. Олимпийский стадион в Москве претерпел масштабную реконструкцию и снова готов принимать спортивные состязания. Работы завершены раньше запланированного срока. Арена Лужники вмещает 81 тысячу зрителей. Здесь пройдут основные мероприятия, связанные с Чемпионатом мира по футболу 2018 года. А уже 10 ноября стадион примет товарищеский мать сборных России и Аргентины. Общая стоимость работ составила 24 миллиарда рублей, сообщил на пресс-конференции мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил одно из главных настоянств Лужников. Это один из самых безопасных стадионов. Здесь двойная система безопасности, двойной периметр безопасности, больше трех тысяч видеокамер, полторы тысячи различных датчиков и систем безопасности. В Лужниках пройдут церемонии открытия и закрытия чемпионата. Три игры группового этапа, матчи одной восьмой финала, один из полуфиналов и финал. Московская транспортная система также готовится к первенству мира по футболу. Информационные знаки и звуковые сообщения на английском языке появились еще накануне Кубка Конфедерации минувшим летом. Швейцарский теннисист Роджер Фейдерер нанес поражение сопернику из Испании Фелисиано Лопесу в третьем круге открытого чемпионата США. Результат игры 6-3, 6-3, 7-5. Матч продолжался 1 час 46 минут. Фейдерер 13 раз подал на вылет, единожды допустил двойную ошибку и реализовал 5 брейкпоинтов из 12. У Лопеса 9 эйсов, 3 двойных ошибки и лишь один реализованный брейкпоинт из 6. В четвертом круге соревнований Фейдерер встретится с представителем Германии Филиппом Кольшрайбером, который оказался сильнее австралийца Джона Милмана. Голубийский велогонщик Мигель Анхел Лопес, выступающий за команду Астана, выиграл вторую гонку в рамках супервилом многодневки в Уэльте 2017. Колумбийцу не было равных на 15-м этапе, который он преодолел за 3 часа 34 минуты и 51 секунду. На 36 секунд от лидера заезда отстал россиянин Ильнур Закарин, а третий результат показал Вилько Кельдерман, проехавший дистанцию за 3 часа 35 минут и 36 секунд. Лидером зачета все так же остается лидер команды Sky Крис Фрум, пришедший пятым на 15-м этапе. Второе место занимает Винченцо Нибали, а тройку лидеров замыкает Закарин. Отметим, что для Лопеса это уже вторая победа на Уэльте. Ранее колумбийский велогонщик пришел первым на 11-м этапе. А на этом у нас пока все. Оставайтесь на нашем канале. Хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова